Это не по адресу вопроса, потому что я, например, не умею копить деньги. Некоторые умеют. Умеют как-то там не тратить, складывать, потом как-то пускать их в оборот. Когда я занимался фарцовкой, я знал, что мне делать, конкретно что купить, где продать. Причем есть такой способ, если что-то покупаешь, ты должен сразу знать, где продать. Вот. И кому продать. Лучше, если так. Ну, а я живу, не знаю как. Ну, был период, когда я стартовал, я сильно сгруппировался. Я вставал в полвосьмого, я делал зарядку. После зарядки я ехал в театр, я в театре работал. Садился за клавиши, на клавиши репетировал. В десять ко мне приходил учитель, мы два часа с ним занимались. После этого я начинал записывать музыку, там, всякое, все перестраивал. И написал музыку к первой картине на первом году начал сочинений. Мне все говорили, у тебя ничего не выйдет, куда ты прешь, там такая стена, союз композиторов, там известные певцы тебя будут заряжать. Действительно заряжали, действительно союз композиторов. Но, как сказал Урмасот, он как-то сказал, мы выступали в Таллине, он был ведущим. Он сказал, сейчас выйдет один бульдозер, будет про флюгер петь. Ну, флюгер, конечно, отрезали, да и последнюю петь, саму песню, которая с Худсовет прошла, ее тоже отрезали за пять часов до эфира. Поставили кого-то другого. Так что я прошел где-то около двухсот вырезаний, и смешно на это на все смотрю. Так что, советовать, как жить, я могу сказать только одно. Делай, делай, делай и делай. Мне единственное мешает, что у меня слишком разбросан в ширину. От симфонической музыки до всякого хип-хопа. У меня есть рэпы всякие тоже. Но я их не выпускаю, у меня много лишнего загашника. Ну, я выпустил там 10 дисков разных, включая, допустим, такой, как Афганистан. Ну, они расходятся, все эти диски. Даже несмотря на то, что сейчас вот интернет, все можно там себе скачать. Покупают диски, просят выпустить новый тираж, потому что его нету диска. Сас Михайлов лежит, пожалуйста. А меня нету.